Всем привет! В этом видео мы поговорим о нашумевшем искусственном интеллекте ChatGPT и как его использовать в работе таргетологов или других специалистов по рекламе. А в конце видео расскажу про еще один искусственный интеллект MeetJony и как его использовать для создания визуалов для рекламы. Меня зовут Ксения Седова и это канал Freelance 24 на 7. Все про удаленную работу, фриланс и диджитал. Коротко о себе. Я профессиональный таргетолог и проект менеджер. Работаю удаленно с 2018 года и помогаю компаниям и брендам развиваться онлайн. Ну, перейдем теперь к главному. Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, вы уже занимаетесь таргетом или контекстной рекламой, либо изучаете возможности искусственного интеллекта. Напомню, что таргетированную рекламу мы настраиваем и запускаем в социальных сетях, а контекстную в поисковых Яндекс либо Гугл. И вы уже наверняка слышали про искусственный интеллект под названием ChatGPT. Сейчас все социальные сети, все блогеры дробят про эту систему, и она действительно очень крутая. Я ее уже использую в своей работе при написании текстов, при подготовке скриптов и при запуске рекламы. Коротко о том, что такое ChatGPT. ChatGPT – это большая языковая модель, которая обучена с помощью различных источников, таких как книги, статьи, человеческий опыт. И ChatGPT может выполнять такие задачи, как Может отвечать на вопросы по широкому кругу, тем, включая научные, технические, медицинские, социально-экономические и другие. Предоставляя рекомендации, система может порекомендовать вам фильмы, книги, статьи, рестораны, места для путешествий и так далее. Также ChatGPT может помогать в изучении языков. Вы можете написать в системе «Поговори со мной» или «Попрактикуй со мной» английский, и он с радостью предложит вам этим заняться. Также можно просто поболтать с ChatGPT на различные темы. Вы ему задаете вопрос, он вам отвечает, как будто бы перед вами настоящий живой человек. И, конечно, самое главное, что может выполнять эта система, это создавать тексты, статьи, писать ответы на ваши вопросы в развернутом виде, что нам и пригодится в дальнейшем в работе. Кстати, этот небольшой текст про умение ChatGPT написал сам ChatGPT. Очень круто. Я очень активно использую этот инструмент в своей работе. Создаю тексты, пишу заголовки и слоганы, пишу скрипты для видео или рекламные тексты. Естественно, в чистом виде использовать тот результат, который выдает система, пока невозможно. И вряд ли станет возможным на 100%, потому что нужно очень точно формулировать свой вопрос или запрос, и тогда система будет выдавать максимально подходящие для вас результаты. Однако все равно стоит учитывать, что любой результат, который она дает, нужно корректировать и перепроверять, чтобы не было никаких ошибок, ни фактических, ни орфографических и так далее. Итак, давайте представим, что мы продвигаем свои услуги как таргетолога или контекстолога. То есть мы будем продавать себя как специалисты и попросим систему написать заголовок для нашего будущего оффера. Итак, мы заходим в систему. Если вы не знаете, как зайти в чат GPT, то посмотрите в интернете очень много роликов, это сделать несложно. Напиши рекламный слоган для специалиста по рекламе. И мы должны подождать буквально там несколько секунд, тогда система сразу выдает ответ. «Привлекайте внимание и удерживайте продажи с нами специалистами по рекламе». Ну, такое, да, не очень. Я попрошу написать именно продающий слоган для рекламы услуг специалистов по рекламе. Ждем. Смотрите, если вам не нравится или мало написал в чат GPT, вы можете написать ему и попросить сделать еще. И так можно делать до бесконечности, пока вам не понравится результат, который он выдаст или вам не надоест. И он предлагает несколько разных вариантов. Вариант на самом деле интересный, но что мы делаем? Мы не берем, как я говорила, в чистом виде то, что он выдает. Мы делаем свой результат из того, какие варианты он предлагает. Например, сделаем вашу рекламу привлекательной и эффективной. Доверьтесь профессионалам. Не теряйте клиентов из-за неэффективной рекламы. Наши специалисты помогут достичь вам успеха в бизнесе. Из этого можно уже что-то взять, но слишком размыто. И кто работает в рекламе, тот знает, что нам нужна конкретика. Давайте попросим теперь по-другому. И напишем. Напиши рекламный заголовок для рекламы таргетолога на основе этих данных. Я обычно стараюсь конкретизировать, что уже нужно нам получить от чат GPT. Привлеките новых клиентов в социальных сетях с надежным таргетологом на вашей стороне. Можно также нажать кнопку Regenerate Response, и он переделает свой ответ. Самое интересное, что сколько бы раз вы не задавали свой вопрос, сегодня 5 раз спросили, завтра 5 раз спросили, то результаты будут похожи, но они не будут повторяться. То есть каждый раз система выдает какой-то новый результат. Закажите услуги таргетолога и привлеките новых клиентов в социальных сетях. Я как таргетолог с опытом переделаю немножечко его результат. То есть мы понимаем, что мы должны в оффере сказать. А прикол в том, что я ему отправила свой вариант, который написала, и он мне пишет. Отличный вариант, этот слоган подчеркивает важность услуг таргетолога. То есть он оценивает мою работу, прикиньте. И получается, что я беру все эти варианты и создаю вот такое. Хотите привлечь клиентов из социальных сетей? Напишите мне в директ слово таргет, и получите индивидуальную стратегию по запуску рекламы совершенно бесплатно. Это я уже составила на основе своих каких-то представлений о том, какой должен быть оффер, ну и правил для запуска, подготовки и запуска рекламных кампаний. Далее давайте попросим систему написать текст рекламного объявления. И мы пишем. Напиши текст рекламного объявления о том, что если вы хотите привлечь новых клиентов в свой бизнес, снизить стоимость заявки, повысить конверсию, то вам нужно обратиться ко мне. И что он пишет? Привет, я специалист в области таргетированной рекламы и готов помочь вам привлечь новых клиентов в ваш бизнес и увеличить конверсию вашего сайта. Если вы хотите снизить стоимость заявки и улучшить рентабельность рекламных кампаний, то обращайтесь к нам. То есть я накидываю сейчас вам возможные варианты, как можно использовать эту систему и облегчить себе работу. Потому что таргетологи все-таки, как и другие специалисты по рекламе, обязаны уметь составлять рекламные офферы, грамотно писать. Кстати, чат GPT очень грамотно пишет. Бывает такое, что иногда он не завершает предложение, но вы можете дописать ему еще раз, дописать еще, и он продолжит то, что у него оборвалось. Вот, соответственно, мы можем использовать эти возможности и ускорять просто свою работу. Кстати, давайте проверим, если просто ему написать вот так вот. Напиши текст рекламного объявления о услугах таргетолога. Может быть, не знает, что такое таргетолог. Да, может быть такое. Кстати, когда вы заходите в чат GPT, он может писать, что там высокий спрос, high demand, и типа мощности наши все заняты. Перезагрузите просто страничку и снова сможете ему писать. И вот, что пишет нам система. Привет, я таргетолог, и я готов помочь вам увеличить продажи и клиентскую базу вашего бизнеса. Моя работа заключается в создании эффективных рекламных кампаний, нацеленных на вашу целевую аудиторию. Я использую передовые инструменты и аналитику для определения наиболее эффективных каналов продвижения, чтобы увеличить конверсию и снизить в томе заявки. Представляете, система, кстати, обучается. Я уже с ним вот так вот тренировалась, и мне кажется, он прям только лучше делает. Кроме того, я предоставляю персонализированный подход каждому клиенту и работаю в тесном сотрудничестве с вами, чтобы удовлетворить все ваши потребности в рекламе. Я гарантирую прозрачность и контроль над бюджетом компании, чтобы вы могли получить максимальную отдачу от своих инвестиций. Если вы хотите достичь успеха в онлайн-рекламе и увеличить доходы своего бизнеса, то обращайтесь ко мне, я помогу вам привлечь новых клиентов и повысить узнаваемость вашего бренда в онлайн-пространстве. Очень разнообразная речь, то есть он говорит разные вещи в контексте одного рекламного объявления. По-моему, вау. То есть я ему обычно пишу на основе чего, да, какую-то конву ему даю, а тут мы с вами попросили его просто написать рекламный текст. И в целом вот эту основу можно взять, добавить туда конкретики, цифр. Например, я снизил стоимость заявки со своими клиентами в такой-то нише на 30%, увеличил количество входящих заявок, не увеличил ваш бюджет на 25%. То есть какие-то свои конкретные цифры берете, вставляете в это объявление, и у вас все готово. Вам уже не нужно тратить время на то, чтобы выдумывать и сидеть там себе текст. То есть, видите, да, вот такие возможности есть у чата GPT. Мне нравится, мне прямо очень нравится. Это сильно упрощает задачу. Кроме того, вы можете попросить искусственный интеллект придумать название для вашего продукта, текст для поста или любые другие задачи, которые необходимы специалисту по рекламе для подготовки рекламных объявлений, компаний, постов. То есть, да, таргетолог, как правило, не только задает и настраивает рекламные объявления, он еще и коммуницирует с клиентом по его продуктам, по сайту какие-то корректировки можно уносить, в социальных сетях, если реклама идет на социальные сети, ну и так далее. В общем, пользуйтесь, я прям кайфую. Теперь про искусственный интеллект, который называется Meet Journey. Я, честно, долго подходила к этой системе с разных сторон. Мне показалось, она вначале сложная. На самом деле вся сложность составляет только в том, стоит только в том, чтобы зайти в Discord. Нужно скачать приложение, установить на компьютер или ноутбук, там зарегистрироваться и войти в него. Инструкций в интернете много. Может быть, я тоже запишу такую инструкцию. После того, как вы заходите, все, вопросы все отпадают. Кто уже пользовался этой системой, напишите в комментариях, как вам вообще и ChatGPT, и Meet Journey. Интересно, для чего и как вы это используете. Но в итоге я раскусила эту систему и тоже уже начинаю активно ей пользоваться. Потому что с помощью этой системы можно создавать классные визуалы для вашей рекламы или для постов, не используя услуги дизайнера. Ну, либо не тратить свое время, да, если вы сами создаете визуалы для своей работы. Не тратить на это просто время. Что это такое? Вообще, Meet Journey это нейронная сеть, которая распознает текст, который вы ей пишете, и превращает его в картинку. То есть на основе этого текста создает изображение. Мы пишем текст, она генерит картинки. Как теперь использовать для работы эту систему? Например, вам нужен креатив для таргетированной рекламы. И мы заходим в Discord. У нас есть свой собственный сервер. Я тут уже баловалась. Ну, как бы создавала, да, и тестировала. Потому что нужно немножко научиться писать правильный запрос. Писать можно только на английском языке. И, допустим, вам нужен креатив для, опять же, рекламы себя или для рекламы таргетированной рекламы, услуг по таргетированной рекламе. Мы заходим в Discord. Вызываем команду, которая через слэш, которая называется Imagine Prompt. Imagine Команда. И вбиваем туда наш текст. А текст у нас такой. Например, мы хотим показать на рекламном креативе, что мы делаем рекламу в социальных сетях. Да, и какой-то телефон, мокап, может быть, с изображением социальных сетей. Поэтому обязательно на английском. Можно подумать, как это написать, но я напишу так. Social Media Network. Или давайте так. In Mobile Mocup. Не знаю, что он выдаст. Посмотрим. Как правило, вся генерация занимает одну минуту. Это очень быстро. Плюс вы отслеживаете сразу статус. И начинается процесс. Вы прям видите, как у вас проценты увеличиваются. И он из каких-то размытых, непонятных изображений создает настоящие 4, кстати, 4 картинки. Система вообще платная. У вас есть 25 бесплатных итераций. Есть способы, как пользоваться MidJourney бесплатно долго. Даже если у вас закончились 25 бесплатных итераций. Если платная, то там 30 долларов в среднем стоит эта система. И вот, что у нас получается. У вас получается 4 изображения. В дальнейшем, чтобы выбрать какой-то из вариантов, нужно нажать, какой вы выбираете, и он вам изгенерит в нужном вам формате. Мы пока не будем этого делать. Мы просто посмотрим, что у нас получилось. А получилось у нас достаточно круто. Кстати, вчера я делала нечто подобное, и было, ну, так себе. Классно. Он прям показывает какие-то... То есть узнаваемо, что это какая-то социальная сеть. Причем социальная сеть, да, не какая-то конкретная, а будущего. Ну, прикольно. Мне нравятся такие картинки. На эту картинку вы потратили 2 минуты, да. Вы можете выбрать какую-то подходящую и уже на ней написать какой-то рекламный слоган. Ну, как минимум, такая картинка обратит, скорее всего, на себя внимание. Она в чем-то похожа на стоковый, но все равно дизайнеры пока так не делают, но им просто в голову это не приходит. Да, так сделать. А и вас, если устраивает такой стиль. Стили можно менять. Вы можете попросить сделать в каком-то определенном стиле. То есть здесь нужно приноровиться, общаться с этим искусственным интеллектом, но очень крутые визуалы уже создаются в этой сети. Вот, например, я как фанат Гарри Поттера просила создать мне волшебника в очках. И вот он реально сделал что-то, нечто похожее на Гарри Поттера взрослого такого, брутального. В общем, пробуйте, ищите свои варианты, как работать с этими системами. И вот такая магия у нас теперь происходит с помощью искусственного интеллекта и разных систем. Есть несколько видео тоже, которые могут быть вам полезны. Это топ-10 онлайн-профессий, которые можно освоить без опыта и образования. И как найти онлайн-работу в 2023 году. Способы. Ссылочки уже ждут вас под этим видео. Обязательно переходите, смотрите. Если полезно, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Спасибо, что были на связи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok